Друзья, 12 мая 2022 года, Харьков. Я продолжаю читать дневник. Сегодня будет третья серия. И еще раз хочу сказать для тех, кто только присоединился, никакого политического скрытого подтекста вы не увидите. Ничего я не хочу этим сказать и никакой политики на моем канале. Пожалуйста. Так, кто не видел предыдущие две серии, они у меня на канале вчера и позавчера. Начинаем. Приехали с Харькова наши и сказали, что была страшная бомбежка, и разбили дом на Московской улице бомбой. И этот налет был самый страшный и первый. Второй налет на Харьков был пятого, шестого, седьмого. О, как это страшно! Ведь жизнь твоя на волоске. Я когда узнала, что бомбили сортировку, то я выпросилась у Арсена Ивановича. Он меня отпустил. Приехала под вечер седьмого и как раз на бомбежку. О, как это страшно! Не хочется волноваться, а оно само волнуется. А утром, восьмого числа, поехала опять в огульцы. Вот так. Я приехала в Харьков с Симой Черновой. Мы договорились, что в семь часов встречаемся возле городской станции седьмого числа. Я подошла туда, а Симы так и не было. Пришла домой только. Подошла, села на лавочку. Слышим, как воет сирена. Но кто куда? Мы сразу побежали в щель. Мама очень волнуется. Сделалась вся, как в жару. Продолжалось это три часа. Без Симы так я и уехала. Приехала туда, побыла два дня. И наша бригада закончила свой участок. И все поехали домой. За нами еще несколько человек. На другой день мы подошли в техникум. К Павлу узнать, что делать. А он нас посылает опять туда. Говорит, что еще на несколько дней. Но не тут-то было. Мы никто не поехали. А через несколько дней, 16-го числа, приехали и остальные. Теперь все время начали бомбить Харьков. Павел, козел, вздрейфил и эвакуировался с институтом. Осталась на его месте Ольга Васильевна. Она начала беспокоиться о занятиях. Начали заниматься опять, 4-го октября. Но какие могут быть занятия, когда? Надо только думать о том, как бы что-нибудь достать. Хлеб доставать очень трудно. Так я и ходила дни пять. Потом начали разбирать Харьков. Начали грабить склады с 19-го числа. Подпалили все заводы. И так страшно вечером. Весь Харьков в огне. Начал идти фронт. Но мы так боялись, что фронт будет идти от леса. Но он шел с холодной горы. Была стрельба. Потом 23-го в 5 часов вечера Зашел в Харьков немец. Какой только стал Харьков. Неузнаваемый. Мосты все взорваны. Вокзал весь сгорел. Панчтамп сгорел. О, как страшно. И все это наделали наши. Русские. А теперь начали немцы приводить в порядок. Хлеба, вообще продуктов Харькова, не грамма. Что будет дальше, неизвестно. Как сейчас трудно. Немцы ходят в помещении и ищут продукты. Сахар и так далее. Очень трудно. Источники уже выходят. Есть нечего. Голод неизбежен. Что будет? Хана. 22-го ноября. Вечный шум и волнение. Расходились народные страсти. Давно приготовившаяся гроза наконец-то разразилась. И все страшнее и страшнее ее удары. Мщение, слепое, бессмысленное мщение добирается до своих жертв. И сознает, что близок час стонов крови, смерти. Что-то давящее, мрачное, раздражающее носится в воздухе. Стоит над огромным, прекрасным городом, от которого остались одни развалины. В котором еще так недавно широко и привольно жилось человеческому веселью. В котором нужда, в котором горе забыто прятались со стороны. Нельзя уже даже было подозревать о их существовании. Разнообразная жизнь, накатившаяся полной волною, внезапно остановилась. Эта жизнь превратилась теперь в большое невыносимое, простите, в больное невыносимое существование. Никто не живет, все прежние интересы позабыты, все прежние планы разрушены. Час проходит за часом, день за днем. Прошел час, прошел день. Ну и слава богу, что завтрашний день скажет и придется ли его увидеть. Об этом страшно и подумать. Все глядят испуганно и вопросительно, прислушиваются, ждут какой-нибудь новости. И непременно страшной. Среди этого ада, среди этой муки, трудно себе представить, что где-нибудь жизнь идет по-прежнему тихо и спокойно. Что где-нибудь люди без тревоги и страха думают о завтрашнем дне. А между тем ведь есть же такие тихие, счастливые люди. Счастливые. Стоят последние дни морозные, в глубокой осени. Вот уже месяц, как другая власть, а ничего еще нет. Только видно, что по улицам города висят люди. О, как страшно! Это ад! Скорей приходите, освободите нас от этих мук. Продукты на исходе. Если бы они не ходили по квартирам, а то забирают все, что попадает под руки. Ужас, кошмар! Что только будет! Голод, страшный голод! О, что только будет! Скорей бы хотя бы уже конец! Говорят, что в Советском Союзе правительство сняли. А во главе какая-то демократия. Англия и Америка взяли на свое руководство. Но это еще только... Это еще не точно. Фронт, говорят, недалеко. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова